Всем привет, ребята! Вы на канале Санишка Играем Вместе. И сегодня мы с вами поиграем в игру Культ Криптидов 2, часть 2, начало. Ребята, если вы помните, вот здесь есть в этой игре такая дневная локация, куда вы попадаете, пройдя через мост. И, ребята, я пробежал её очень быстро и не показал вам Криптида, и не показал создание, которое, ребята, ходит на этой карте. Значит, это великан. Давайте сейчас попробуем его увидеть. Попробуем посмотреть на него. Может быть, как-то с ним повзаимодействовать. Так, ребята, обычно он где-то вот здесь вдалеке появляется. Давайте проверим. А вы, ребята, пока подпишитесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Так, здесь у нас пропасть. И, ребята, вот он уже появляется. Видите, где у меня курсорчик с мышкой? Вот он, ребята, это какой-то гигант. Я не знаю, какой он, ребята, каменный он гигант, или он какой-то из дерева. Вот он то пропадает, то снова появляется. Видите, какое-то, конечно, завораживающее зрелище. Разработчики молодцы. Видите, какой он. Я не пойму, сколько у него ног. Четыре или всё-таки две. И, ребята, я не знаю, как он будет, он к нам приближаться или не будет. Так, давайте попробую посчитать, сколько ног. Раз, два. Три, четыре. Пять, что ли? Или это руки? Смотрите, четыре. Ребят, четыре ноги, две руки, что ли? Смотрите, это завораживающее, конечно, зрелище. Вот. А там ещё, ребята, такой кальмар гигантский. Гигантский кракен. В обрыве в этом, когда вы переходите здесь. Существует. Ну, вот этот, конечно, смотрите, ребята, посмотрите. Какой он огромный. Сколько же у него ног? Ну, да, у него, ребята, две руки и четыре ноги, походу. Да. Он перемещается, посмотрите, как интересно. Ну, похоже, что, ребята, он добродушный и не будет нас атаковать, я так понимаю. Он просто ходит где-то очень-очень далеко. В игре Культ Криптидов и в первой части там тоже были персонажи, которые вас не атаковали. Ну, то есть, если вы в них не начнёте стрелять, они не будут вас атаковать. Ну, вот, и этот персонаж, судя по всему, тоже задуман разработчиками именно для того, чтобы создать такое загадочное впечатление. Вот, видите, какой интересный, красивый пейзаж. Здесь горы, расщелины. И мы можем повстречаться с таким замечательным и, ребята, в принципе, совсем не страшным персонажем. То есть, на голове у него, вот я не понимаю, то ли это большое дерево, то ли это такой человек из камня, или же всё-таки это большое ходячее дерево. Пишите, ребята, в комментариях, что это за Криптид, по вашему мнению, что это вообще за такая сущность. Ну, очень красивая. Вообще, локация мне это очень понравилась. Она светлая, просторная, то есть, плюс ещё вот этот персонаж замечательный такой. Хотя, может быть, я его расхваливаю, если я подойду поближе, может быть, он начнёт как-то атаковать. Давайте попробуем подойти ему поближе. Может быть, посмотреть поближе. Потому что я эту локацию пробежал очень быстро. От этого кальмара там бежал. Так, что здесь? Здесь, ребята, ничего нет. Просто какой-то железнодорожный вагон. Так, что здесь? Обрыв. Давайте ещё поднимемся повыше, поближе и поднимемся к нему. Так, ну сюда мы подходить не можем. Где-то, ребята, он пропал. Куда-то исчез. Хотел ещё им полюбоваться. Так, ну сюда уже я не зайду. Смотрите, как солнце преломляется. Красиво. Да, ребята, ну и вот вы видите, на санишке я надел одну из масок, которую я нашёл. Я уже рассказывал вам. И, ребята, я планирую найти все маски. Планирую найти все маски в этой игре. Сколько? Вот давайте посмотрим, сколько уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так. Одиннадцать. И тотемы, ребята. Я ещё немножечко пособирал тотемы. Вот. В том числе и редкие тотемы. Вот. Я тоже, ребята, попробую всё-таки собрать все тотемы. В игре Культ Криптидов, часть первая, я собрал все тотемы. Вот. И это дало возможность становиться сиреноголовым, становиться картон-кэтом. Вот. То есть, что здесь произойдёт, если собрать все маски, если собрать все тотемы, я пока не знаю, ребята, но обязательно вам расскажу. Вот ещё такая интересная статуя загадочная. Смотрите. Смотрите, это всё-таки женщина, да? И которая из двух половинок. Смотрите, эти две половинки у неё переплетаются какими-то... ...внутри какими-то нитями. Да, ребята, это очень, конечно, интересно, но и в то же время достаточно пугающе выглядит. Вот. Хорошая локация. Мне нравится. Также, ребята, внутри... Здесь есть алтарь, на котором вы можете подобрать тотем. Вот. Я уже его подобрал. Ну и здесь, в принципе, больше ничего такого интересного нет. Здесь вы можете подобрать револьвер. Здесь рассказывается про каких-то монахинь. А про наш святой Маргареты. Здесь рисунки, которые нашли в детском этом доме, видите? Ну вот, то есть дети рисовали вот этих вот криптидов, сущностей, которые к ним являлись. Что ещё? Здесь, ребята, вы можете найти маску. Вот здесь она будет лежать за этим компьютером. Так, здесь вообще про какие-то женские шапочки. Это Йо-Йо. Ребята, если вы помните, в первой части такой монстр типа котик. Он сначала добрый, а потом превращается в лова. Так, ну это, ребята, какой-то мост или что-то ещё в этом, в таком духе. Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, поставьте лайк и всем пока!